травяной пал это такой же пожар как и любой другой сухая растительность может легко вспыхнуть от оставленного без присмотра костра непотушенной сигареты или же спички но самое опасное огонь способен перекинуться на леса и жилые строения как его избежать и чем он опасен чтобы узнать ответ на эти и другие вопросы мы сегодня встретились президентом национального союза агро страховщиков с корнеем датковича здравствуйте здравствуйте спасибо что согласились и пришли к нам на встречу всегда рад существует ли сегодня запрет на пол сухой травы на законодательном уровне где он прописан и что грозит за нарушение запрета да действительно этот запрет существует он нормативно определен причем в нескольких нормативных документов есть специальное постановление правительства российской федерации от 20 года который прописан четко в которой прописаны правила того как должно это осуществляться кроме этого существенно ужесточены санкции за самовольный поджог если это несущественный ущерб то это регулируется административным кодексом это административное правонарушение если мне память не изменяет то там у нас штрафные санкции до от 20 тысяч для физических лиц до и до 800 тысяч для юридических лиц ну и конечно же если произойдет более существенный материальный ущерб или угроза жизни и здоровья или нанесение ущерба жизни и здоровья населения то это уже конечно уголовная ответственность которая регулируется соответствующими статьями уголовного кодекса так что сказать что данный вопрос не урегулирован нормативно это невозможно он действительно нормативно определен другое дело в на практике конечно возникает определенные сложности и нюансы чем отличается пал сухой травы обычного дачника от профжиганий и что такое профотжиги дачника это осуществляет на территории своего дачного хозяйства а пал или профотжиг он осуществляется преимущественно территориях земель сельхозназначения или снова фонда принципиально здесь нужно почерпнуть два момента когда пал осуществляется с целью предотвращения дальнейшего распространения огня это одна ситуация то есть идет определенные мероприятия в том числе и выжигание определенной полосы для препятствия дальнейшего распространения пожара и второе это момент необходимость спала определяется именно сельхоз работами главное отличие в этих двух моментах конечно связано с с экономией средств те те ситуации когда сельхоз товаропроизводитель например не желая затратить определенные средства на сельхоз технику расходы на допустим на гсм и осуществление допустим того же самого окапывания так скажем определенной территории то эта экономия может обернуться очень существенным ущербом после того как происходит неконтролируемый пал это серьезнейшая проблема которая на протяжении нескольких лет уже пытается решить ряд ведомств в частности минсельхоз например в двадцать третьем году объявил о том что те сельхоз товаропроизводители которые не которые не участвуют в туши в туши не вот огня на своих землях будут лишены всех видов дотации государственных поддержек если я помню точно то почти 44 хозяйства уже объявлены на территории российской федерации что они будут лишены этой поддержки это уже конкретные санкции минсельхоза российской федерации который также инициировал другие мероприятия для того чтобы это масштабное в принципе явление не носило столь значит не носило столь значительных ущербов как сегодня удается понять что возгорание участка произошло от сухого пала травы я уже говорил о том что эта задача конечно прежде структура мчс или с хоза и говорил о важности значит важности действий и плана мероприятий региональных властей как читаете могло бы помочь в решении вопроса патрулирования дронами чтобы тушить очаги возгорания как только их заметили сверху мы знаем о ситуациях когда например структуры мчс по авиаблету обнаруживали группы людей которые забрасывали факелами лесные угодья то есть целью явного поджога с точки зрения мониторинга безусловно важны во первых авиационное патрулирование действительно использование без бесплотных летательных объектов и иногда в таких случаях используется космический мониторинг снимки высокого разрешения они тоже это помогают то есть в принципе на сегодняшний день достаточно средств технического характера которые могли бы отслеживать особенно масштабные явления но говорить о том что полностью обеспечится стопроцентный контроль конечно это нереально почему пожаров по вине человека в том числе и за поджигание сухой травы не становится меньше даже несмотря на увеличение штрафов в чем причина вы знаете как ни странно позитивная динамика так скажем уменьшение вернее количество такого рода ситуации когда имелось масштабный ущерб по из-за несанкционированного пала стерней или сухой травы она уменьшается по той статистике которой нам известно в девятнадцатом году это было порядка 160 тысяч в российской федерации таких случаев в двадцать втором году уже сто тысяч то есть положительная динамика и эффекта тех мер о которых мы с вами говорили она точно имеет место быть скорее всего здесь невозможно не сказать о том что сельхоз товаропроизводители могут и должны применять инструмент агро страхования мы твердо убеждены что страхование особенно сельхоз страхование один из главных инструментов вот так скажем нивелирование вот этого финансового финансовой составляющей да страхование не спасет ваш дом от пожара но то что вы получите определенную сумму денег компенсации которую вы можете без обращения в местные органы уже восстановить собственное имущество это не просто так скажем инструмент это уже опробированный инструмент я напомню о том что за последние два года сельхоз товаропроизводители российской федерации получили около девяти миллиардов страховых выплат 9,8 миллиардов страховых выплат это именно по ущербу сельхоз товаропроизводителем во всех регионах российской федерации как считаете какие меры комплексные могли бы снизить статистику пожаров по вине человека в частности из-за пала сухой травы одна из самых важнейших направлений конечно это информационно-разъяснительная работа среди сельхоз товаропроизводителей жителей сел иногда мы недооцениваем этот фактор просто те люди которые впоследствии реально страдают от такого рода так скажем событий они недоинформированы и не знают что нужно предпринимать и какие например так скажем существуют правила и ограничения действительно информационно-разъяснительная работа для предотвращения весеннего пала наверное считается важной как вы сказали ранее спасибо вам за полезную познавательную беседу